Дверь деревянная в комнату, поэтому набухла от влаги, сразу не открывается. Отжимают тряпки, расставляют тазы. Влажно, грязно, на стенах плесень. От декабрьского неба крыша Надзержинского 27 почти не спасает. Люстра задымилась у нас. Дома находился в час дня ребенок. Выскочила к соседям. Я была на работе, соседи отреагировали, позвонили в управляющую компанию электрику. Электрик ответил, выключите, пожалуйста, все пробки. Сказали ждать, пока не просохнет. А когда это будет? По словам Эмилии, проблемы с крышей начались в 2013 году. Тогда над ее квартирой обрушились стропила и шифер. Крышу залатали листовым металлом временно. Временная пролежала 6 лет и пережила две управляющих компании. И вот сейчас при управляющей компании комплекс услуг начался ремонт. Осенью. А вообще это крыша закрытого типа? То есть она должна быть? Конечно. Мы так не делаем, чтобы все сняли и бросили. Делают по секторам, сняли, сделали, дальше. А почему здесь так получилось? Не знаю. Это не ко мне. Вопрос к региональному оператору фонд капитального ремонта. Это заказчик работ. Некоммерческая организация под контрольное министерство строительства. Крыша, как нам объяснил сейчас представитель управляющей компании, должна быть полностью закрыта. А если ремонтировать, то только снимать по секторам. То, что уже снято, какие-то старые стройматериалы, доски не убраны. Новые стройматериалы лежат бесхозные. Сейчас пройдем, увидим. Как говорили жильцы, крышу им обещали накрыть шатром, который спасет от дождя и снега. Как видим, не накрыли. Среди прочего мусора и новых стройматериалов нашли вот такой рулон какого-то покрытия или изоляции. Вероятно, для того, чтобы вода не протекала. Хотя, положена она на снег. Судя по инструментам, незасыпанным снегом сегодня здесь работали. Но вот почему под открытым небом и почему ветрам и морозом оставили трубы отопления, которые проходят по крыше? Спросить это мы хотели в ООО «Комплекс услуг». Ну вот, доправились до управляющей компании. На расписании вторник с 9 до 17. Паспортный стол должен работать закрыто. По телефону комментарии нам давать отказались. Будем ждать официального ответа от Краевого Минстроя. Жители тоже в ожидании момента, когда смогут нормально поспать. Андрей Дрилер, Александр Антропов. День с толком.